1 мая, которая совсем недавно воспринималась как пережиток советского прошлого, сегодня набирает популярность среди россиян. Шествие по центральным улицам города в единой колонии вновь считается не только престижным, но и важным, объединяющим всех горожан события, к участию в котором стремятся. В этом году, в первый день мая, порядка 30 тысяч рязанцев отметили день весны и труда традиционным шествием. Колонна двинулась с площади Победы в сторону площади Ленина в 9 утра. Возглавили шествие руководителя города и Рязанской области. Среди них глава региона Николай Любимов, зампреды правительства, исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов и председатель Гордумы Владислав Фролов. За ними следовали представители профсоюзных организаций, строители, работники культуры, спортсмены и представители рязанских вузов. Воздушные шары, флаги, фирменная одежда, необычные арт-объекты. Над оформлением каждой колонны работали не один день, чтобы предприятие или вуз обрели свою индивидуальность. Так колонну Рязанского медицинского университета открывала небольшая импровизированная машина скорой помощи, а также куб из красных и белых шаров, напоминающий о том, что в этом году вузу исполняется 75 лет. Постараемся каждый год что-то придумывать, слушать идеи ребят и какие-то воплощать из них, стараться сделать из этого больше. Поэтому это прекрасный праздник, сегодня сопутствовал погоду, но, по-моему, два года назад был дождь, и мы, тем не менее, прошли с прекрасным настроением. Поэтому 1 мая для нас это уже такая дата, в которой университет в едином таком порыве, в хорошем смысле этого слова, приходит и проходит по городу и радуется вместе со всеми этой датей прекрасной. Для Рязанского медицинского университета участие в первомайском шествии стало уже доброй традицией, которой он следует на протяжении семи лет. Каждый год их колонна отличается не только настроением, но и яркими национальными костюмами, в которые в этот день наряжаются студенты из других стран. Это наши национальные варские костюмы. Мы представляем наш университет и выступаем на различных мероприятиях в этих костюмах, нашим национальным танцем, и сегодня решили представить именно в этих костюмах наш университет. Это традиционные яменские одежды. Во всех этих странах, будь то Йемен, Марокко, Дагестан или Тунис, также отмечается 1 мая. Однако далеко не везде такими торжественными шествиями. Так что для иностранных студентов участие в первомайской демонстрации, несомненно, новый и интересный опыт. Ну а для русских это праздник единения. Объединяет людей. Чувствуешь гордость за свой университет. В колонии идем как единое целое. Очень захватывающе. Да, действительно, очень много эмоций, очень много впечатлений. Это всегда запоминающийся день, и это всегда очень весело. Рязанский медицинский университет собирается и дальше продолжать добрую традицию участия в ежегодном первомайском шествии, который действительно объединяет не только всех рязанцев, всех россиян, но и представителей многих национальностей. Для всех участников демонстрация завершилась на Соборной площади, после чего начались народные гуляния, которые продолжались в разных уголках города до конца дня. Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».